И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Hard World. И сегодня я, пожалуй, открою сезон охоты. Да, для себя я открою сезон охоты, что означает, я буду... Во-первых, я пойду в зиму. И потому что по своей прихоти я хочу сделать именно такой себе облучённый бор-рюкзак. Именно такой себе рюкзак хочу сделать. То есть кабан-рюкзак требует перья А, то бишь красные, а облучённые перья Б, то бишь синие. То есть, соответственно, надо убивать этих плевальщиков именно в зиме. Прихоть, что поделать. Вот. Ну, как бы, кожа это дело десятое. Как-нибудь добудем. У меня её, конечно, мало. Всего лишь 255. Что поделать. Но добыть её довольно-таки легко. Вот. Как видите, я здесь немножко себе... О, свет вырубился. Немножко себе сделал... Облагородил всё это дело. Во-первых, да, я убил Йети арктического двух, потому что с первого у меня также выпал жир. Вот. И сделал себе ушанку. Что позволило мне надеть антирад-костюм. Ботинки я оставил также на бег. Перчатки у меня также антирадиационные. Других я не нашёл. И на мордажку я надел защиту от холода. Что получается? У меня 58 от холода. Защита от существ всего лишь 7. Я вот, конечно, метаюсь между базовыми ботинками и этими ботинками. Кстати, секундочку. И хаваем. А то, типа, был удар. Вот. И, как бы, ну, пока что я оставил вот эти вот. Потому что в них реально бегаешь быстрее. Прям ощущаешь. Ну, и всё, пожалуй, от высокой температуры. Сами видите, я чухаваю. Благо, у меня теперь семян тонны. Я их сажу и собираются они легко. Вот. Так что скорость передвижения большая. Защиты есть какая-никакая. Особенно от существ, какая-никакая. Вот. Так что всё вполне нормально. Оружие у меня будет болтовка. Лук. И в первую очередь, так сказать, приоритет будет, конечно же, перья. Точнее, иду я за перьями. Перьями Б. Но приоритет будет синяя руда. Так как у меня её очень мало. Всего лишь шесть. Как видите, да, и здесь тоже маленько облагородил. Камень я чисто в отдельную строку определил. Сейчас объясню почему. Вот, как бы. И мне нужно её. В первую очередь, я хочу замутить себе лук. Потому что он реально мне нужно в первую очередь. Не знаю, зачем, конечно. Я так считаю, что он мне нужен в первую очередь. Вот, просто мне нужен лук кары. И не канает. Вот. Ну, может из-за того, что у него урон по существам 90. Вот. Как бы от лука я отказываться не собираюсь. Ружьё ружьём. А лук дамажит. Вот. Да и плюс, как бы, стрелы у них дешёвые. Ну, и урон, конечно же, тоже больше. Верстак это я с собой таскаю, чтобы туда перекинуть. Там он тоже нужен. Здесь, как видите, у меня руда пережаривается. Давайте её заберём. Кстати, я же тут добавил. Надо будет топливо чутка добавить. Совсем, совсем чутка топливо надо будет добавить. Так, вот так. Этого будет вполне предостаточно. Так, закидываем и жарится. Здесь у меня пережаривается металл. А здесь у меня пережаривается мясо в пепел. Потому что кару я уже пережарил. Вот. Так что по ресурсам у меня много красной и металлической руды. Почему? А потому что... Вот, кстати, кактус созрел уже. Я сделал сейчас именно так. Но это я сегодня сделал именно так. До этого у меня почему-то много камня было. Я вот так вот и не делал. И у меня добывалось всё. Уголь, камень. У меня по 300 камня добывалось и так далее. То есть добывалось много-много камня. Пока что мне камень не нужен в таком количестве. Логично, да? Вот. Поэтому я сделал именно так. А почему бы и нет? Пускай добывается. Уголь у меня постоянно будет добываться. Это пускай добывается. Так что всё замечательно. Вот. Поэтому как бы ресурсов очень много, на 5х рейтах вообще просто можно вот так реально проснулся, зашёл, включил, ушёл. Всё, она у тебя работает, а если вне 3 стартов на сервере, так она у вас вообще вечный двигатель. Вот, ну не в этом суть. Суть в том, что у меня камня много, а ресурсов мало. Вот, ну зелёную не добываю, синюю не добываю, но я к этому стремлюсь. Первоначально я сделаю лук, потом я сделаю дрель, инструменты, я почти угадал, механизмы, снег, добыча, дрель, на неё нужно 50, и потом уже я буду на Борово копить. Соответственно, список есть, где добывать есть, и будем стараться не сдохнуть. Ну как бы даже если я и сдохну, если я никого не убью, то я потеряю всего же сам всего патроны, так что это всё фигня. Поэтому бежим, бежим в зиму. Так, ну здесь у меня ловить нечего, сейчас здесь проверим. Да, всё, пережарилось, погасим, чтобы лишний раз не, фигней, короче, не страдать. Вот, ну здесь пускай это всё пережаривается, вообще пофигу, как бы. Здесь топливо, если лишний пережарится, то там копеечки. Домик, я не знаю, ещё вроде в прошлой серии я доделал. Так что да, летим на хоум третий. Вот, я там домик доделал, у меня он сейчас 3 на 3 домик стоит, у меня там всё нормально, там ворота стоят, двойные ворота стоят. Конечно, я сейчас так подумал, если я дверь, дверь, собираюсь ставить в центре, я там немножко по глупому поставил ворота. Ну да, это всё фигня, вот, это уже я потом буду переделывать, оп, прилетел, ворота прогрузились, всё замечательно, квадрик мой стоит. Вот, здесь также всё, шмотки остались, так выкину их нафиг, чтобы они не захламуляли. Так, теперь верстачок сюда. Здесь я поставил металлическую рампу, чтобы можно было убирать потолок и как бы туда залазить. Кстати, что у меня здесь, здесь всё нормально, так что можно пока что не трогать. Не, ну, конечно, эти членники, блин, на ящиках-то вообще просто супер. Вот эти вот, где они, в какой стороне. О, он прям на него упал, короче, оказывается. Вот, я не знаю, конечно, о чём разработчики думают, но, блин, это, конечно, вот, ну, это, конечно, смешно. Ну, что поделать, чёрный юмор. Ладно, погнали, погнали, надеюсь, я сразу не выйду и не сдохну. Так, сразу же перекусить. У меня тут, я, как оказывается, построил дом около спауна Йетти, так что очень всё тут плохо. Так, ладно, погнали, 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 погнали. Йетти не вижу, значит, всё нормально. А, господи, я уже испугался, это всего лишь на всё. Я уже думал, там Йетти стоит, и всё, думал, кирдык мне. Ну, нет, нормально. Так, я вообще без понятия, в какой стороне здесь руда спавлиться. Но, но бегу туда, короче. Мне надо найти руду, мне надо найти этих яйцебородых. Так что бежим, бежим здесь, люди. Вот он Йетти. Видите, да, он прячется, он прям сливается с этой. И он очень хорошо... Блин, я вовремя прошёл, он мог меня заболеть. Вот, он прячется и сливается, и очень любит около скал стоять. Не знаю, везде это так или нет, но он любит около скал стоять. Кстати, секунду, я сейчас музыку выключу. Ну, нафиг. Что-то, короче, она меня реально отвлекает. Тем более, я здесь постоянно трендежу, так что толку от этой музыки никакой. А тем временем я прорываюсь вперёд и сейчас вот погромче сделаю себе наушники. Замечательно. Так. Дорога. Ага, я сейчас не вижу ни одного спавна. Но я думаю, где-то вот на этой полянке надо смотреть. Тут-то без вариантов. Прям реально без вариантов. Надо туда куда-то бежать. Вниз. Ладно, дойдём до руды. Там посмотрим. Я не знаю, что это такое, но я сюда иду. Это конец дороги, получается. Брикады, машина. Покрашенная, разобранная машина. Причём была хорошая и сейчас без колёс. Без колёс, без ничего. Вообще просто тупо стоит машина. И здесь, с ровным счётом, ничего нету. Там уже домик исчезающий, я бы так сказал. Интересно, сюда залезть можно? Так, у меня там никто со стороны не палит. О, прикольно. Сюда можно залезть. Конечно, толку от этого никакого нету. Потому что голову не защищает, но в целом прикольно. Ладно. О, тут даже фары включены. Ладно, погнали. Погнали, погнали. Ну всё, нафиг. Руду я, кстати, так и не увидел. Фу, господи, испугался. Руду я, кстати, так и не увидел. Только железным добыл. И зелёную, короче, народу добыл. О, стоять. Бояться. И... Кто б во мне сомневался. Так, собственно, вот так вот так уже сейчас и добудем. Передай, гад. Жмотяра. Опа, стоять. Хе-хе-хе, кролик, с него маска прикольная, чисто била, опанки, опанки, вот руда, я где-то тут руду нашел, так, я отбежал, я отбежал, значит в ту сторону, да, не прекращается, не прекращается, ага, зараза, спрятался. Замечательно, 7 руды добыл, вот так вот, в таких вот условиях и будем пытаться что-то добывать, но, как видите, людей здесь что-то пока что не очень я встречаю, вот домик, к примеру, да еще ты, блин, не попадаешь. Два дождобика, пока что непонятно, что в них, да как в них, и там еще нормально все с ТТ, ладно, 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 подбываем еще ресурсы, да что ты промахиваешься-то? Подбываем еще немножко ресурсов и посмотрим, что, да, как тут выйдет. В общем, время позднее, стемнело и я решил уйти, тем более у меня ресурсов, о, нифига, все замороженное сырое мясо, целых 5 штучек, тем более у меня ресурсов уже 28 штук, что означает, на лук у меня уже хватает. И будем теперь пережаривать все это, так вот это, пожалуй, уберем, ой, выгорни топливо, арк, так, ладно, поставим так вот, давай уже выгорайся там топливо во всем, где-то бензин, так, так, вот так вот надо его как-то скинуть, так, чтобы он... Так вот, и вот так вот, замечательно. Сейчас начнется переплавляться все это дело, вот это мы закидываем туда, и сразу же в пепел, хотя нет, давайте поджарим ее, почему бы и нет, еда, еда все-таки, хотя на апельсинках вполне нормально выживаем. Так, мне надо вот это вот захарывать. Так, и давайте подготавливать уже к... Так, это у меня оружие. Лук кары. 20, 10 и лук. Так, 10. Чтоб лишнее не брать, я не знаю, ну, надо же как-то время потянуть, пока там все переплавляется. Ой, я... 20, 10, так, мне вот это вот надо будет. Так, этого, ха, у меня это даже так бы хватило. И металл. Металл у меня не здесь. Так, этого у меня предостаточно. И лук, собственно, ой, не это, а лук, собственно, здесь. Так, вот это вот возьмем, так будет побыстрее. Так, переплавляться всего раз 14 руды придется. Так, 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 и вот так. И вот так вот там. Ладно, мизин пока уберем. Вот такие вот дела и ждем тогда переплавки, потому что это реально занимает, ну, немало времени, я бы так сказал. Ну и погнали создавать лук. Ух, прям красота. И теперь у меня вот такой вот лук. Теперь он фиолетовый. Болтовочка. Ультра-дневная кирка. И золотой молот. Единственное, копье у меня говнище, но толку от него столько же. Так, F2. Потому что я не знаю, сколько не дамаж, но сотку он точно не дамажит. Ворон 60 от 50, по игрокам 80. Знаете, вот, ну ни разу не было от него толку. От аппарата обычного, и то больше толку. Как видите, моя система работает. Уголь добывается. Железо добывается. Красное. Как там? Тетраниум добывается. Так что, все замечательно. Уголь валяется. Так, теперь, что мне нужно дальше? Мне нужно дальше... Механизмы. Механизмы на снег-дрель. Так что, будем сейчас подготавливать уже все к ней. Так. Ну, вот так вот. Чтобы уже лишнего не болталось. Сделаем так вот. Это сюда. Кстати, да, янтарь сразу же возьмем. И остается только ультраниум. Но для ультраниума, как бы, это еще пока что не время. Ну-ка, что тут у нас на улице? О, на улице уже светает. Так что, можно идти обратно в зиму. Тейкс. Ну, никого там нету. Я думал, может, йети есть. Но йети тоже нету. Так. Три. И, собственно, лечу. Лечу туда. Так. Все-таки же сезон охоты открыт. И я хочу проверить дамаг от лука. Так, ты повернутый в эту сторону. Так что, в голову. Раз. И. Ах, ты спиной повернулся, гаденыш. Уклонился. Ой, твою жизнь. Беги. Беги, глупец. Беги, черт побери. Как я так мог промазать, а? Сколько раз я прям промазал. Вот лупень так лупень. Такое бы оружие мне не давал, я все равно буду убегать от йети. Ну, косо я что поделать. Надо было с ружья, наверное, шмалять. Первый с лука, а потом с ружья просто. Уж с него-то я бы не промахнулся, надеюсь. Отстал. Нет. Уйди от меня. Бешеное создание. Ну, что там? Захрякал, захрюкал. Отстал. Отстал. Лови, фашист! Не, не попал. Эй, ты куда там? Ах ты, зараза. Вон ты куда пошел. Ну, хорошо. Хотел проверить, два хоть что-то хватит, не хватит. Блин, опять я глуканул. Ты что такое, блинский? Даже стрельнул неправильно. Отпустил стрелу, я бы так сказал. Ну, ну, ладно. Ну, вот, эта зараза теперь спиной повернута. На тебе в задницу. Мансует, гад! Хе-хе. Девятна. Ой, пятнадцать. А в прошлый раз мне повезло больше. Мне дали сразу сорок. Ну, там выпадают то три, то пять. Так что неудивительно. Ладно, погнали дальше. Пытаться добывать пёрышки. Пёрышки это хорошо. Ну, ладно. Вперед. О, Йети. Нет, стоять. Давайте-ка вот, всё-таки я попробую проверить. Дамаг. Раз. И два. Хе-хе-хе. Всё-таки немножко пристрелялся, мне уже полегче. Жир тоже хорошо. Учитывая, что шкура у меня есть. Ну, как видите, два хэдшота и сдох засранец. Так что до этого надо было три. Три уже поставить лично мне посложнее. Хм. Блин, поворачиваю сбоку, постройка исчезает. Но она реально похожа вот в левом верхнем углу, видите? Она реально похожа, как будто бы там стоит кран. Так, ну ладно. Погнали. Где я руду-то находил? Где я руду-то находил? Так, скоро, блин, уже закат будет такими темпами. Я не помню, где-то там она ходила. Ладно, погнали туда. Смотрите, там вроде бы и эти плевальщики были. Хе-хе, смотри, что я выбил. Красочка. Обалдеть. Просто обалдеть, реально. Ну, лучше бы перышки. И где-то здесь, походу, дело руду-то. А, во. Прямо вот так он подошёл и она заспавнилась. Да. О, потухшее мясо сразу появляется. А, у меня пережаренное мясо, блин. Есть. Я уж думал, то, которое замороженное, уже тухнет. Но, блин, красочку выбил, это, конечно, хорошо. Точнее, там не красочка, а там, наверное, этот макет. Как не макет, а лекала или как это обозвать. В общем, по которому будет рисунок находиться. Ну, в целом, неплохо тоже так, более-менее. Но, я хочу перья. Перья, перья, ещё раз, перья. Ладно, погнали дальше. Хо-хо-хо, вы посмотрите, что я нашёл. Подошёл к домику, открыл домик и... Мой домик. Мой домик. Реально просто, весь сундук забит ресурсами. Неплохо, особенно дерево. И бетон. Вот это классно. Ну, блин, пошёл я тащить домой всё это дело. Хе-хе-хе. А просто подошёл, открыл дверь. Работает. Видать, тотем у него сгорел. И, как бы, домик остался. А никто его даже не пытается рейдить. А вот я такой. Рейдер. Хе-хе-хе. Хо-хо, вы посмотрите, что я ещё выбил. Глаза. Ну, конечно, покраска не очень, но... Среди выбил ещё одну. Точнее, не покраска, а лекала, блин. И как она там называется. Ну, в общем, трафарет. Во, точно. Трафарет. Не очень, я бы так сказал, трафарет. Но, в целом, тоже неплохо. Ладно, бегу в тот дом ставить тотем. Я хочу там поставить тотем, чтобы... Ну, хоть как-то можно было сбежать. И было бы безопасно. Хе-хе. Погнали. Так, здесь бегает человек. Как вы думаете, пробуйте его завалить? Самбреро. Или не пробовать его завалить? Всё-таки человек-то я мирный. Эй, интересно. Интересно. Смотрим, что он будет пытаться делать. Он зато немирный. Ну, хорошо. И, кстати, он срез болтовочки. Что довольно-таки даже интересно. Так. Давайте-ка сделаем спаун. Здесь, а. Да, не честно. А что поделать? Ёп, просто-то. Вот он, по мне, надамажил тут-то. А-а-а. Да. Следующий удар будет, по мне, смертельный. Поэтому надо ждать, пока она отхиляется. Надо как-то увеличивать защиту от... От людей. Потому что... А я успел закрыть, да? Да, я успел закрыть, походу, дело. Хо-хоу. И у него обрез. Вот этого, конечно, я не ожидал. О, я не успел закрыть. Какого фига? Какого фига она? Понятно. Он успел... Какого? Чё, реально, что ли? Он меня через стену завалил? Э, ну, чувак, это, конечно, вообще... А-а-а, он не прогрузился. Ну, окей. Ясно. Он, походу, дело... А-а-а, он заремовил меня. Понятно, он заремовил. Господи, я думаю, как он меня в спину-то убивает? Дверь открывает и так далее. Ну, да ладно. Блин, 20 секунд. Вот такие вот дела. Был убит, был убит. Фу, я уж думал, их тут двое. Здесь просто в чате подписано. Ну, да ладно. Что поделать? Вот такие вот дела. Тотем тоже ставить не всегда выгодно, я бы так сказал. Хе-хей. А, он тотем меня сломал. Ну, что поделать бывает. Хоум-3. Вот, собственно, как показывает практика. Нет смысла людей жалеть. Стреляйте им в спину. Или они вам стрельнут точно так же. Да. Ну, ладно, посмотрим. Добегу, не добегу. Посмотрим, что у нас с этим домиком будет. Там сделано. Собственных ресурсов там все равно нет. Там единственное, что ценно, это патроны, которые я, конечно же, никак не поделил, да? Да, я патроны не поделил. Чего тут застрел-то? О, нормально. Ну, да что за фигня? Ходить не могу. Может, нога переломанная? О, так нормально. Вы посмотрите, встаю, не могу идти. Оп, пошел. Интересно. Но шмотка ничего не исчезла, потому что, собственно, я был мирный и ни разу никого не завалил. А вот у него репутация плохая. И надолго. Да. Ладно. Пофигу. Все равно никаких ресурсов там не было. И раз навсегда запомнил. Убивать всех. Да. Ладно. Пожалуй, серия уже затянулась. Че фигняфь, я сейчас опять буду страдать фигней. А серия уже реально затянулась. Я буду, пожалуй, на этом с вами уже прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, комментируйте. Делитесь моими видео с своими друзьями. Всем удачи и всем пока.